шаббат шалом мои дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе торы в ней машера бейну изложил пролог и преамбулу к завету и его принципам переходит к деталям но прежде он сформулирует положение которое является самым фундаментальным в торе и которая будет бесконечно повторяться нашими пророками следующее смотрите в этот день я предлагаю вам благословление или проклятие благословление если вы будете повиноваться заповедям всевышнего бога вашего который я заповедую вам сегодня или проклятие если вы не будете повиноваться заповедям всевышнего бога вашего если свернете с пути который я заповедую вам сегодня и последуйте не дай бог за другими богами которых вы не знаете дворим одиннадцать двадцать шесть двадцать восемь если вы будете хорошо себя вести другими словами все пойдет хорошо если вы будете вести себе плохо все обернется плохо для вас вести себя хорошо это значит соблюдать наш завет со всевышним и действовать соответствии с его заповеди это было основой нации дорогие друзья уникально что всевышний был ее освободителем и законоучителем ее суверенитетом судьей и защитником почему такой контраст между наградой и наказанием спросите вы меня давайте попробуем разобраться начнем с вами с того что рее означает взгляни можно это слово перевести и так посуди сам наши мудрецы комментируют его так это не учение которое надо принимать из-за веры в чью-то особую компетентность это мое обращение к тебе дорогой друг чтобы ты исходя из увиденного тобой самим пришел к ясному выводу что всевышний передал твое будущее в твои руки чтобы она обратилась благословление или не дай бог проклятие посредством учения передано им тебе через муше учение это наука о свободном выборе и в ответственности за последствия этого выбора жизнь может быть благословением или не дай бог проклятием но свою жизнь делает благословенный или проклятый не дай бог сам живущий речь не идет о наказании человек сам идя наперекор своему пути может превратить свою жизнь не дай бог в ад но закон торы это не закон строгого прописанного пути напротив разбирая отличие кочевого образа жизни от оседлого машера бейна формирует центральный тезис оседлой жизни нашего народа эта фраза один из ключей к пониманию торы и радуйтесь любимым своим занятием вы и семьи ваши которые каждого из вас благословил он бог ваш не делайте более так как мы все время делаем здесь сегодня напротив каждый пусть делает все что правильно в его глазах двенадцать семь восемь как вы поступите так и будет с вами парадоксальная истина заключается в том что общество является сильным когда она заботится о слабых богатым когда она заботится о бедных и неуязвимым когда она заботится об уязвимом без веры в бога мы преследовали бы свои собственные интересы это не то общество которое мы должны построить хорошее общество не возникает само собой оно не создается ни рынком ни государством оно строится на моральном выборе каждого из нас таково основное послание книги дворим и нашей недельной главы ведь выберем мы ли благословление или не дай бог проклятие как говорит машера бейну в конце главы в этот день я призываю небеса и землю и в свидетели что я поставил перед вами жизнь и смерть благословление или проклятие теперь же выбери жизнь чтобы вы и ваши дети могли жить дворим 30 15 19 иными словами если сойдете с пути сближения с творцом единственной управляющей силой природы то собьетесь дороги и тебя за с чужими богами или идеалами то есть за другими силами природы что значит это проклятие не надо думать что всевышний тебя проклянет просто ты сам приведешь не дай бог к искажению всей системы управления и сам почувствуешь последствия этого человеку дается свобода выбора но это не свобода в нашем обычном понимании что хочу то и делай ты можешь двигаться к истине а можешь заниматься любой из предоставленных тебе в нашем мире возможность но в итоге тебе дорогие друзья или им все равно придется из всех путей выбрать единственно правильно далее мы будем читать о благословлениях и проклятие почему благословление или проклятие приносится на горах гора на иврите гар от слова и ругым сомнение человек всегда пребывает в сомнении но с помощью одних сомнений он духовно подымается а другие приводят его к падению поэтому две горы в принципе это одна гора на том же месте где спотыкаешься и падаешь ты потом подымаешься от проклятия приходишь благословление так и исправляешь свои желания спотыкаешься так сказать исправляешь снова спотыкаешься и снова исправляешь тура не говорит о здании в камнях и о приношениях в жертву животных материальном мире вернее не только говорит об этом это здание строится в сердцах людей которые предпочитают любовь ненависть из этих сердец как из кирпичиков возводится строение в котором все их желания объединяются и тогда оно становится обиталищем творца мы не можем напрямую изменить наш мир все что в нем происходит это следствие духовных изменений только влияя на корень явлений на их причины в духовном мире мы можем менять следствие наоборот невозможно именно поэтому дорогие друзья когда мы пытаемся улучшить наш мир у нас не всегда получается два первых храма были предварительными и должны были быть разрушены сегодня наша задача построить в наших сердцах третий храм и тогда сбудутся слова мой дом будет домом молитвы и наречется для всех народов наша душа состоит из десяти частей и десятую часть молхут самую как говорят наши мудрецы каббалисты эгоистическую мы должны использовать правильно это не сама не самая часть нашего эгоизма которая не подлежит исправлению человеком и будет она исправлена в самом конце высшей силы поэтому и в нашем мире десятую часть всего что человек получает как символ десятой части нашего эгоизма предписывается отдавать на общие нужды дорогие друзья начале нашей главы нам предложен выбор благословление или не дай бог проклятие но можно сказать что в каждый момент нашего развития у нас есть выбор какой путь предпочесть однако сейчас как для для народа израиля пришло время возвращения из последнего изгнания требования дорогие друзья ужесточаются и нам пора точно сориентироваться в чем для нас благословление и в чем для нас проклять потому что всем своим тысячелетиям опытом всей истории взлетов и падений наш народ уже подготовлен к тому чтобы подняться на следующий уровень существования выйти за пределы ограничений материального мира дорогие друзья и постепенно привести остальные народы к наилучшему состоянии каждый из нашего народа уникален и каждый или через каждого как через трубочку проводник будет проходить свет на все остальные души в итоге все достигнут совершенства я верю дорогие друзья что машей раббейн был прав когда учил нас что великий выбор кроется между благословлением и проклятием между следованием голосу божественном или соблазняющему зову инстинкта и желание свобода сохраняется только тогда когда нация становится нравственным обществом или сообществом и любое моральное сообщество достигает величия намного превосходящего его численность когда мы возвышаем других они возвышают нас дорогие друзья этого возвышения я нам всем и желаю браха вас лоха будьте здоровы шаббат шалом ваш раввин каплан